Друзья, всем привет! Меня зовут Егор, и вы на канале AOPLStory. Ну, что сказать, уже мы вернулись снова в Польшу, второй наш заезд. Вот, после двух месяцев в Украине, даже больше. Едем мы сейчас с работы, приехали мы в Польшу. Ну, так, немножко сумбурно, потому что мы уже выезжали из Украины, потому что ездили на машине, и так, были два месяца, даже больше. Вот, ну, этот вопрос мы тоже решили. В Украине хоть можно было и максимум только на 60 дней на машине, но поэтому немножко так выезжали сумбурно. В Польше уже покатались сразу много, по всей Польше. Буквально мы были во многих воеводствах, разве что до Гданьска не доехали. Вот, сейчас мы возвращаемся с работы. Вот, нашли себе работу пока на первое время. К прежнему работодателю мы не возвращались. На то были очень веские причины, но я сниму видео отдельно про работодателя. Вот, и все расскажу, и, в принципе, приведу данные причины, почему мы к нему не вернулись. Я считаю, что они очень важны. Вот. Сейчас мы пока работаем с Алиной вдвоем на складе около Вроцлава, но живем мы не во Вроцлаве. То есть, вот такое было желание уехать, в прошлом году уехать куда-нибудь из Вроцлава, но в итоге вернулись мы все-таки на Дольный Шленск. Не отпускает, не отпускает нас Дольный Шленск. В общем, как-то сюда сошлись все карты, и мы снова приехали. Вот, а живем мы пока в городе Шленница, но это пока, еще мы там живем сегодня и завтра. Вот, потом мы все-таки тоже перебираемся в Вроцлав. Ну, собственно, когда вы уже будете смотреть это видео, значит, мы уже будем в Вроцлаве, потому что на данный момент у нас нет интернета. Ну, такого нормального, есть только мобильный, а на него много, много видео, не загрузишь с ним вместе. Вот. В Польше, видите, сегодня 27 февраля 2017 года, и сейчас 15 градусов тепла на улице. Вот, резко потеплело, хотя еще позавчера ночью неожиданно выпал снег, вообще неожиданно для всех. Так, что я вам хотел сказать. В общем, как обычно, как обычно бывает в Польше у украинцев, у многих, в принципе, нас никто не кинул, но, скажем так, подвели. Знаете, почему? Потому что я считаю, что кинули, это когда ты заплатил, например, за что-то деньги, а тебе пообещали одно, но кинули. А так это подвели, это когда просто что-то пообещали, но ничего не струслось. Вот. И нас так несколько раз, как бы, подвели, скажем так. Ну, вот, кому интересно, в чем это, в работе. То есть, договаривайся с человеком, едешь куда-то. Ну, в частности, там, например, это были такие города, как Бельска-Биала, была Варшава, приезжаешь, а там несколько вообще иной. И был даже такой интересный маленький населенный пункт, как Кедж. Это вообще населенный пункт, который одной своей стороной просто-напросто ограничит с Чехией. Вот. Ну, это вообще отдельная история. Сейчас, честно говоря, видео такое. Просто уже давно ничего не выпускал. И из-за того, что пока приехали мы в Польшу, немножко вот этих передвижений, этих переездов во всей Польше, ну, немножко было вообще не до видео ни делать, ни снимать, ни загружать. Сейчас мы уже, в принципе, три дня отработали на работе. Немножко все устаканивается. Сейчас еще переедем с 1 марта на новую квартиру. Вот. То есть, вот как-то так. Такое видео ни о чем, а просто так. Виды тут красивые, конечно. Вот мы сейчас живем в Шеднице на пятом этаже. Просто с балкона классно. Видно горы, круто. Вообще, Шедница очень красивый город, я хочу сказать. Например, в отличие от Шрема, в котором мы жили в последнее время в Польше, да, Шедница больше, но и она как-то красивее и милее. Вот что хотел бы добавить. Потому что, ну, просто не знаю, мне сам город очень нравится. Какой-то как-то вот сложно это описать. Походили на выходных, погуляли, потому что, ну, в принципе, это наши такие были единственные здесь выходные. Посмотрели на местные достопримечательности, на костел покоев, потому что данный храм занесен из Аксимирного наследия ЮНЕСКО. Очень красиво. Ну, такое первое впечатление. Вернулись, вернулись снова в Польшу. Когда уже во второй раз иначе смотришь на все. Абсолютно на все, на работы, на людей. Вот. Ну, на все, на обстановку, как-то все иначе. Немного прервалась запись проблемы с памятью, но в телефоне, не с моей. Значит, что я хотел рассказать. Огромным плюсом вообще является наличие автомобиля. Во-первых, ну, оно рождает такую, как сказать, мобильность. Потому что, ну, реально проехать в Польшу с юга на север, с севера обратно на юг и дальше на запад. И все это сделать за 4 дня. Первые 4 дня в Польше мы с Алиной, мы не ночевали дважды в одном городе. Мы 4 ночи первые ночевали каждый раз в другом городе. Вот. И, ну, вот как-то так получилось. И это все реально благодаря автомобилю, потому что, ну, сел и поехал. Как бы куда угодно, и это на транспорте мы бы так не накатались. Тем более, особенно, когда приехать в такой, в такую даль, скажем так, как этот Кэтш после обеда, я думаю, мы бы уже там никуда из него не выехали. Ну, а на машине все, все получилось. Вот такие дела, ребята, поэтому мы вернулись. Нам есть о чем снимать видео. Много тем я так афиширую. Я очень хочу, у меня есть что сказать об Украине. Наверное, следующим каким-то видео я сделаю о том, свои впечатления об Украине, о том, как мы провели там два месяца. Вот. Как ты теперь смотришь на родную страну после того, как пожил в Европе? Я сделаю видео подробное о том, как везти автомобиль в Украину на два месяца. Вот. Какие трудности и какие легкости с этим всем. Ну, и теперь будет, в принципе, с 1 марта, то есть через несколько дней у нас интернет. Вот. Видео будет выходить регулярно, как написано в сообществах на Фейсбуке и ВКонтакте. Вот. То есть два раза в неделю, может, даже будут чаще, потому что сейчас, в принципе, все этому способствует. Есть настроение, есть желание. Весна. Очень люблю весну. Ну, весна-то будет через два дня, но в душе весна. Вот. Ну, спасибо, что смотрите. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь. Заходите во все сообщества, в ВКонтакте, в Фейсбуке. Ну, и далее буду. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Дима Торзок